Девчули, сегодня с вами говорим про привычки, которые помогают оставаться в форме и те вещи, которые действительно когда-то заставили меня задуматься. Возможно, под роликом вы оставите свой месседжер и свои лайфхаки, это будет очень здорово. Сегодня без умных мыслей и всякой воды, как человек, который когда-то все потерял, я ценю и держусь за новые знания, и я не сразу поняла, что хорошее здоровье и самочувствие играют ключевую роль. Постепенно в мою жизнь вошли некоторые привычки, которые стали основой, и теперь мне не нужно прилагать специальных усилий, а вдруг что-то там изменится, я просто это делаю. И первое, что нужно делать, это высокая бытовая активность, я не высчитываю себе там какие-то часы нагрузок в день или в неделю, у меня есть определенная планка, это там определенные шаги в день, но это очень много с некоторых пор. Я не могу себе позволить там 20 тысяч шагов, иногда и 15 нормально. Работаю, потом иду и потом снова работаю. В день у меня около трех относительно недолгих двух прогулок. Когда офис, я ушла с офиса, я решила вот так сделать. Держу дома свободные веса, грубо говоря, я не веду график тренировок, но какие-то гири, гантели у меня дома даже есть. Поэтому отжимания, скручивания делаю. Сплю в полной темноте и тишине, когда-то заморачивалась и просто для меня это стало супер важным. Хорошая подушка для меня стала под спорьем. Перед сном всегда выхожу прогуляться, хотя бы кружок вокруг квартала и ни о чем плохом и великом не думаю. Принимаю холодный душ утром и прохладный перед сном. Это просто способствует выработке серотонина. Утром дает невероятную бодрость, вечером расслабляет. Помимо прогулок шевелюсь при каждой возможности. Это простой лайфхак. И с удовольствием учусь. Я рада научусь новым, поглощаю новую информацию, языки, исследования, курсы, научные статьи. Хожу к массажисту или мануальному терапевту, когда что-то заболит. Иногда катаюсь на велосипеде, на роликах, выходные. Стараюсь контролировать здоровье, когда что-то уж случилось. Я и чекапы делаю. Ем очень сложно было расстаться с простыми углеводами. Вообще ем мало их. Но раньше на них прям жила с утра до ночи. Глютен убрала давно. Я просто с ним не смогла работать. И у меня мозг не смог нормально себя чувствовать. Не кормлю пищевую промышленность, монокомпонентный. Готовлю еду дома. Ем нормально белок. И не забываю принимать магний, электролиты иногда. Не общаюсь с токсичными людьми. Не думаю, что кто-то знает лучше или хочет лучше, как у каждого своя история. Иногда слушаю правильную музыку. Стараюсь поддерживать себя, если что-то случилось. И ориентируюсь в основном на интеллект. Никогда ничего просто не упрощаю. Не переживаю чужом мнении. Не испытываю чувство вины. Потому что я не золотая монета, которая должна кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Ну и нормально. Я же не навязываюсь. Не ввязываюсь в склоки, когда кричат, люди орут, ругаются. Я лучше уйду в сторону. Поблагодарю Бога, что есть возможность контролировать себя. Ну вот как-то так. И не считаю экономность, умеренность, иррациональность, нищебродство. Считаю это достоинством. И занимаю всегда, стараюсь такую более сильную позицию. Это вот мои такие лайфхаки. Может быть у вас есть какие-то свои. И вы ими поделитесь под этим видеороликом. Будет очень приятно услышать ваше мнение.